Друзья, подписывайтесь на мой второй кулинарный канал, он с субтитрами. Ссылка на канал появится и в видео, и нажимайте кнопку еще под видео, там тоже она будет. Переходите и подписывайтесь. Всем огромнейший привет! Сегодня будем печь очень вкусные куличи. До комнатной температуры я растопила сливочное масло, жирность 72,5%. Можно брать более жирное, 82,5%. По весу 120 грамм масла. Сюда же добавляю 220 грамм сахара. Для аромата ванилин, буквально на кончике ножа, так чтобы не переборщить и выпечка потом не была горькой. И буквально одну щепотку соли. И взбиваю все это миксером сначала на маленьких скоростях, а потом переходим к самым большим. Мне нужно, чтобы здесь все хорошо перемешалось и масса стала немного такой пышной, воздушной. Взбивала я где-то пару минут на средней скорости. И теперь по одному я ввожу яйца. Их будет 3 штуки. Но залог пышного, удачного кулича состоит в том, чтобы вводим одно яйцо, а потом хорошенечко все это взбить. Где-то полминуты, минуту я взбиваю на больших скоростях. И после введения каждого яйца взбиваем где-то по минуте. Не спешим добавлять следующее, хорошенечко взбиваем все предыдущее. Чем лучше взобьем, тем лучше потом будет результат готового кулича. Я миксер включаю то на среднюю такую мощность, то на самую максимальную. Одно яйцо первое я хорошенечко взбила, теперь ввожу сюда второе. И снова хорошенечко яйцо это взбиваю вместе с этой массой. У меня задача, каждый раз после введения нового яйца, хорошенечко массу взбиваем. И ввожу теперь третье, последнее яйцо и опять все хорошо взбиваю миксером. Всю массу с яйцами я хорошенечко взбила. Теперь будем сюда вводить творог. Если у вас творог с такими сильно выраженными крупиночками, то лучше всего его пробить либо блендером, либо протереть через сито. У меня творог 5% жирность творога, чем больше, тем лучше. Можно брать от 9% и выше. Творога 200 грамм. Если будете брать такой жидкий, пастообразный творог, тогда регулируйте количество муки, чуть больше муки. Но по консистенции тесто должно в итоге получиться, как у меня в видео. Лучше всего творог протирать, потому что потом в готовом куличе, чтобы не попадались твердые комочки творога уже запеченного. Буду сюда использовать натуральный краситель. Для того, чтобы пирог был такой желтый, яркий, я сюда добавлю немножко куркумы. Вот буквально на кончике ложки, на кончике ножа я использую муку пшеничную высшего сорта 250 грамм. Эту муку я буду вводить всю в один прием. Просеиваю хорошенечко, насыщаю ее кислородом. Будем сюда использовать разрыхлитель теста. Выбирайте хороший. У меня доктор Йоткер. Это не реклама, это то, чем сама я пользуюсь. С ним выпечка у меня всегда получается раза в два пышнее, чем с другими. В разрыхлителе теста я добавляю одну чайную ложку. Теперь нам уже миксер не нужен. Сейчас я все перемешиваю лопаточкой. Тесто перемешивается очень легко. Оно такое мягкое, воздушное. Не забитое оно, не прибитое мукой. Тесто такое очень-очень мягкое. Тесто я хорошенечко перемешала. Во всех дрожжевых изделиях, для того, чтобы изюм не оседал, мы его сначала хорошенечко промываем. У меня изюма четверть стакана. Стакан у меня всегда на 250 мл. Либо берите пару столовых ложек с горочкой изюма. И к промытому, слегка уже стекшему от воды изюму, я добавляю одну чайную ложку с горочкой муки. Я взяла еще одну емкость. Сейчас тесто я буду делить на две части. Один кулич у меня будет с изюмом, который мы только что подготовили. И в одну часть теста я добавляю изюм. Теперь все тесто хорошенечко перемешиваю. Я изюм не вымачивала ни в каких веселеньких напитках. Изюм можно вымать, потом хорошенечко его залить кипятком минут на 5-10, чтобы он хорошо распарился. Потом добавить рюм к коньяку, либо какой-нибудь другой веселящий напиток. Взрослый алкогольный напиток. Во вторую часть теста я буду добавлять сушеную клюкву. Ее также у меня четверть стакана, две столовые ложки. Я сюда добавила одну чайную ложку муки и все точно так же перемешиваю. У меня две формы бумажных для куличей. С этими формами, кстати, очень удобно готовить. Их не надо смазывать ни растительным, ни сливочным маслом. И даже не надо их вставлять ни в какие металлические, либо другие формы. Просто выкладываем все тесто, отправляем в духовку и готовим. Всегда формы для куличей рекомендуют наполнять на 2 трети. Но я смотрю, у меня форма достаточно большая, а теста как-то не очень много. Выпекать мы все это будем при небольшой температуре. Но все же, если у вас начинает гореть верх куличей, сразу же начинает румяниться, то накрывайте куличи сверху пищевой фольгой. Глянцевой стороной к продукту, матовой наружу. Первое тесто уже в формочке, а второй кулич я решила уже выпечь в форме меньшей по размеру. Вот как раз форму, которая поменьше, она отлично подойдет и будет заполнена на 2 трети тестом. Но тесто из первой формы я уже не стану сейчас перекладывать в маленькую формочку. Я вам просто скажу самые удачные размеры формочки на этот кулич. Из этого количества теста получается 2 кулича размером. Формы были в диаметре на 11,5 см. Тогда получается 2 ровных, воздушных, красивых кулича. Я эти формочки вместе с тестом ударяю о стол. Так не будет никаких пустот в тесте, не будет пузырьков воздуха. Вот теперь можно увидеть, как выглядит уже формочка с тестом, которой я постучала, и вот та, где еще не стучали. Духовку я уже включила разогреваться до температуры 180 градусов. Выпекать все это мы будем 30-40 минут. Смотрите по своей духовке, главное, чтобы она хорошо держала тепло. Чтобы наши куличи не остались сырыми внутри, равномерно пропеклись и все было готово. А потом еще покажу промежуточную готовку. Куличи мои пекутся, сейчас посмотрю, как они выглядят. Они поднимаются. Готовность мы всегда проверяем зубочисткой, либо шпажкой. Нужно, чтобы она оставалась сухой. По краям все пропекается быстрее, а в серединке дольше. Поэтому лучше всего зубочистку вставлять посредине нашей выпечки. Куличи я теперь оставляю остывать на решетке и при комнатной температуре. Пока остывают куличи, будем заниматься помадкой. У меня 7 грамм желатина, и я его заливаю холодной водой. Прочитайте на упаковке с желатином, там написано, насколько его нужно ставить, чтобы он разбух, и сколько воды наливать. И все хорошенечко теперь размешиваю и оставляю набухать. В отдельном ковше смешиваем сахар, его 180 грамм, и вливаю сюда 4 столовые ложки холодной воды. Всю эту массу перемешиваю и отправляю на газ, на самый маленький огонечек, для того, чтобы сахар растаял. Все это я прогреваю на самой большой конфорке, но включила самый маленький огонечек. Нам важно, чтобы сахар здесь с водой не забулькали, не дошло это до состояния кипения, а просто растаял сахар. На лопаточке уже не видно крупинок сахара. Здесь видно, как наша масса начинает закипать, поэтому быстренько выключаем и убираем с этой конфорки. Весь сахар растворился. В кастрюлю я снимаю с огня, и в эту горячую массу сразу же буду вводить желатин. И на больших скоростях сразу же начинаю все это взбивать. Чем дольше мы взбиваем, тем более густая получается масса. В итоге это получится очень сильно похоже на маршмеллоу. Вот если обвалять еще в сахарной пудре, то будет настоящий маршмеллоу. Эта шапочка, она прилипает к рукам. Если вы куда-то будете перевозить эти куличи, то не рекомендую делать такую шапочку. А если просто дома приготовили и дома все это будете кушать, то обязательно приготовьте. Детям это очень нравится, тягучка такая получается, тянучка. Взбиваю 2 минуты. Обороты миксера то большие, самые высокие, то средние. И теперь я сюда вливаю 1 чайную ложку лимонного сока. И продолжаю все это взбивать. Всего эту помадку я взбивала где-то минуты 4 миксером на высоких скоростях. Смотрим по консистенции, когда за миксером уже остается такой след, от венчиков все готово. Куличи, они должны полностью остыть до комнатной температуры. И теперь наши куличи переворачиваем вверх дном и обмакиваем в этой помадке. Можно делать подтеки, либо оставлять просто такой шапочкой. На 2 кулича можно все ингредиенты брать ровно в 2 раза меньше. Для этого количества помадки хватит покрыть 4-6 куличей. У меня она осталась. Я взяла просто, нарезала белый батон, сверху покрыла шапочками и это все моментально ушло. Если будете посыпать декором, то сразу же это делать, потому что потом вся эта помадка застывает и уже ничего потом не прилипнет. Вместо декора я использую сушеную клюкву. Можно брать различные посыпки. Обязательно приготовьте такие куличи, они очень вкусные, даже на следующий день. Она вкусная, ароматная, у них сама эта шапочка очень вкусная. Она похожа на растопленный маршмеллоу. Если вам понравился рецепт моих куличей, оцените, пожалуйста, лайком, мне будет очень приятно. Нажимайте под видео кнопку еще, там будет рецепт и другие полезные ссылочки на наши страницы в социальных сетях. Не забудьте нажать на колокольчик, так вы сразу же первыми будете узнавать о том, что на канале вышло новое видео и ничего не пропустите. До встречи в комментариях, в новых видео. Всем удачи и пока-пока!